Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. Как только в игре что-то появляется, я сразу снимаю абсолютно честные обзоры. Если хотите ничего не пропускать, видеть все новости, обсуждение всех анонсов, получать вовремя бонус-коды для того, чтобы успевать их ввести, подписывайтесь на канал прямо сейчас и прожимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. А еще буду благодарен, если вы поставите лайк данному видосу. Для вас все эти действия не стоят ровно ни копейки, а для меня это существенный вклад в развитие моей мечты, в развитие моего канала. Друзья мои, на продаже появились танки первого сезона. Год и три месяца назад, а именно 1 июня 2023 года, стартовал первый сезон Ретро Топия. И там можно было забрать себе Магнейта, Фиксера и Регрессора. До Регрессора дошли далеко не все, потому что для того, чтобы забрать Регрессора, необходимо было задонатить действительно большую сумму денег, покупая товары в магазине и вместе с ними получая так называемые киткоины. И вот сейчас выставили все три танка на продажу за 78 тысяч голды. Просто бешеная цифра и за эти деньги можно скупить пол ангара нормальных, годных, приятных машин. И это предложение, само собой, исключительно для коллекционеров или для тех ребят, которые хотели бы из принципа добить какие-то машины из Ретро Топии себе в ангар, для того, чтобы можно было красоваться в боях, ну или в конце концов просто пополнить свою коллекцию. Также данные танки можно приобрести себе отдельно от этого набора. За 5 тысяч вы можете взять себе Магнейта и в отношении данной машины могу сказать, что да, действительно за пятерку брать его можно. Но, ребят, покупая все эти танки по отдельности, то же самое касается и фиксера за 7,5 тысяч голды и регрессора за 10 тысяч золота, вы получаете эти машины в базовом их состоянии. Для тех, кто не знает, танки из сезонов необходимо прокачивать внутри самого танка модули за счет игровой валюты сезона. В случае с регрессором, фиксером и магнейтом это так называемые киткоины. И у меня регрессор находится в базовом его состоянии. Именно в таком состоянии мы выкатим его сейчас из ангара и именно в таком состоянии вы его получите, если приобретете. Но к регрессору будем возвращаться немножко позже. И почему к регрессору? Потому что это венец всего сезона. Семерка и восьмерка всем известны, туда можно было дойти, не закидывая денег в игру, а проходя всякие квесты, ивенты, ну и параллельно с тем играя. А вот в отношении девяточки нашей здесь, ребят, все гораздо сложнее, как я уже сказал, без денег туда добраться было невозможно. В отношении киткоинов их тоже можно прикрупить себе отдельно от набора. За 3600 можно взять себе 3000 киткоинов, за 1300 взять себе 1000 киткоинов. Ну и самое дорогое предложение, это за 11000 золота по стоимости, в принципе, неплохого набора из восьмерки и семерки, плюс еще и сдача останется. Или можно даже порой взять две восьмерки по цене в 11000 голды в составе какого-нибудь наборчика, вы получаете себе 10000 киткоинов. Вы думаете, это слишком много и хватит на все? Нет, ребят, на все не хватит. Как вы видите, в отношении модулей, которые здесь необходимо прокачивать, в частности, допустим, в регрессоре, есть три линейки модулей, ну и, соответственно, три уровня улучшения данной машины. Базовое состояние плюс дополнительных три. Так вот, для того, чтобы забрать себе пушку, как вы видите, необходимо 2680. Добавляем сюда башню 5460, плюс добавите себе двигатель, потратите 8330, а это практически все, что вы получите за 11000 голды. И обратите внимание, для того, чтобы улучшить гусеницы, вам уже киткоинов не хватит. Не хватает целых 1300. И это, ребят, только первый уровень после базового. Плюс еще второй уровень, плюс третий. Короче говоря, для того, чтобы вывести его в топ, необходимо 38370. Не буду заморачиваться над тем, чтобы делить на калькуляторе. Давайте просто посчитаем, как 44000 золота, ну пускай 40000 золота, вам необходимо для того, чтобы регрессора вывести в топ. А для того, чтобы купить его 10, и того получается 50 косых за то, чтобы получить себе полугодную девятку. Я лично считаю, что ценник очень завышен. Пишите свое мнение в комментариях, я обязательно почитаю с удовольствием. А еще напишите свое мнение по поводу того, хотели бы вы, чтобы киткоины и другую игровую валюту сезонов разработчики предоставляли в доступ, проходя какие-нибудь квесты и ивенты. Будет интересно почитать, может когда-нибудь поднимем этот разговор с разработчиками. В отношении регрессора. Регрессор, ребят, тачка, как я уже сказал, венец всего сезона, поэтому обсуждать будем его. В отношении орудия здесь вообще красоваться нечем, просто потому что это базовое орудие. Играется очень сложно. Да, классная альфа, 380, иногда заходит по 400 с копейками. Но это все меркнет, когда вы понимаете, что ваше время перезарядки составляет более 13,5 секунд. Ваш ДПМ находится ниже уровня плинтуса для 9 уровня в 1677 единиц. Время сведения, с учетом того, что в оборудовании, как видите, два слота посвящено улучшению данного показателя, составляет 4,3. Ну, бог с ним, со временем сведения, бог с ним с разбросом. Но самое страшное заключается в том, что вот это время перезарядки вам необходимо пережить. А пережить нечем, потому что, по большому счету, если посмотреть на регрессора, забрав с него защитные экраны, то обратите внимание, что по броне это, по факту, не более чем средний танк. Оттяжа здесь нет, в принципе, ничего. Да, есть неплохая приведенная броня, где-то как-то, но, блин, вот вам, пожалуйста, 180 мм с приведенкой. Есть две комбашни, которые великолепно выцеливаются, особенно вот эта правая, ну или если вы водитель этого танка, то левая ваша комбашня. В отношении верхнего бронелиста 304 мм. Это очень круто, но вот здесь, спереди, просто сияет 110 мм приведенной брони переднего бронелиста. Нижним бронелистом язык назвать его не поворачивается. В общем, играть на этой машине в базовом состоянии очень сложно и не сильно приятно. И почему такой завышенный ценник на данную тачку, я не совсем понимаю. Нет, ну как, понимаю, но не до конца. Да, регрессор это коллекционная машина и, как я уже сказал, брать ее будут, скорее всего, те, которые хотят либо из принципа его поставить себе в ангар, либо для того, чтобы в коллекции он был. Ну и, соответственно, выезжая в боях на этом красавцы, а внешне он действительно неплох, вы будете чувствовать себя, ну, таким себе действительно магнатом финансовым, который смог себе это позволить. Вот смотрите на меня, какой я весь. У меня очень много голды в кармане, либо есть много лишних денег. Ну что, берем данную машину и поехали посмотрим, на что он реально способен. Чет глюкануло в начале боя, выбросило из игры, успел зайти назад на эту же карту. Ну, ничего никогда не вырезаю из своих видео, потому что я хочу, чтобы вы видели все таким, как оно есть. Если я взял за принцип снимать все с первого дубля, то буду этого принципа придерживаться до последнего, насколько смогу. И этот бой не будет исключением. Как зашел в бой, так зашел. Бой уже начался, я потихоньку подкатываюсь. Радует то, что я играю против девяток нескольких и все остальное в восьмерке. Почему говорю так? Потому что играть на этой машине, в принципе, даже в топовом состоянии против десяток и девяток, ну, в край. В край сложно и в край неприятно. Ну, а в отношении игры против девяток и восьмерок просто терпимо, но опять-таки в прокачанном состоянии. А вот когда вы играете на базовой машине, это действительно очень сложный по реализации танк. И сделать на нем какие-то выдающиеся результаты будет действительно очень сложно. Стоит отметить, что подвижность у данной машины никудышняя, но повторюсь еще раз, исходя из уровня бронирования данной тачки. Если бы это был нормально забронированный тяжелый танк, я бы к этой подвижности абсолютно не цеплялся. Ну, знаете, когда вы играете на каком-нибудь там ИС-7 или на Е100, ты понимаешь, почему ты медленно передвигаешься по карте. Почему ты медленно сдаешь назад, почему ты не можешь быстренько свилять пятками куда-то. Ну, в общем, за что с тебя сняли твою подвижность. За что сняли подвижность с этой машины, я, честно говоря, не понимаю. Если бы он игрался как какая-нибудь, не знаю, пиранья на 10 уровне, у которой фишка заключается как раз в ее подвижности и скорострельности. И да, слабом бронировании. Окей, вопросов нет. Да, когда вы данную машину прокачаете в топе, да, я играл на этой машине в топе, в ее состоянии, с учетом того, что она есть у меня на пресс-аккаунте, вы действительно передвигаетесь по карте немножко бодрее, заряжаетесь немножечко побыстрее. Но мы-то все-таки говорим с вами о приобретении машины без дополнительных затрат в 40 тысяч голды. Ну и, соответственно, с вот этими всеми вещами вам придется мириться. На что способна данная машина? Ну, как бы ни на что особо. Дело в том, что данные тачки, они предусмотрены, в первую очередь, как я уже сказал, для коллекционеров. И, по этому, не могу сказать, что многие из этих машин, которые встречаются в сезонах, а их у нас уже было 4, действительно достойны того, чтобы на них играть постоянно. Знаки классности на них брать несложно, потому что на данных машинах играет малое количество игроков. И, поверьте мне, на регрессоре вы будете знаки классности брать чуть ли не постоянно. Главное, чтобы команда получала победу. Господи, такого я еще не видел. Лайканите видео за то, что мы сейчас видим на экране. Это действительно умопомрачительный момент. Такой себе танец двух ВЗ. Ладненько, бой закончился, и давайте будем подбивать итоги. Рекомендую ли я покупать регрессора или того же самого фиксера? Фиксера еще можно подумать, хоть как-то с натяжкой, как для восьмерки, вроде бы как-то в чем-то играется. В отношении магнейта, да, стоит купить за 5000, не так уж и дорого, нормальная семерка, неплохо играется, но опять-таки получите ее в базовом состоянии. Кстати, на фиксера и на магнейта ссылочки я положил с обзорами в описании к данному видео. И на регрессора, кстати, в том числе дополнительное видео будет. В отношении самого регрессора это не фармер, это не особый фанер. Да, можно попадать в какой-то там топ-3 на второе-третье место в своей команде, но я бы сказал, что в основном это будет третье-четвертое место, потому что скорострельности тачки, ну, очень сильно не хватает. Поэтому приобретать данную машину за 10 тысяч золота в голом ее состоянии, даже с открытым всем оборудованием, я остро не рекомендую, потому что часто играть на этой машине вы не будете, ну и, соответственно, единственная причина, по которой можно приобрести себе данную тачку, это желание поставить в коллекцию себе эту машину и наличие параллельно с тем возможности вывести данную машину в топ. Я лично в топ ее выводить не буду, потому что финансово себе это позволить не могу, это действительно очень дорого, я лучше приберегу голду для того, чтобы заснять для вас дополнительное видео. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, вам рекомендую принимать взвешенные решения, ну и еще посмотреть дополнительные видосы в описании, для того, чтобы понять, а кого действительно вам стоит прикупить из этой тройки. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.